50 вопросов, ответы на которые потребовали 4 часа. Губернатор Югры пообщалась с журналистами из окружных федеральных и зарубежных СМИ. Возможность узнать позицию главы региона, что называется, из первых уст, получили также блогеры и общественники, и представители детских и юношеских медиа. Всего же заветную аккредитацию выписали для 138 человек, представляющих 55 средств массовой информации. Пресс-конференция впервые с начала пандемии прошла в очном формате. Наталью Комарову традиционно спрашивали о развитии региона, реализации инфраструктурных проектов, бюджете, медицине, социальной сфере. Первый блок вопросов касался мобилизации, поддержки как мужчин, отправившихся выполнять свой долг, так и их семей. Также глава региона рассказала о возможных изменениях программы по расселению югорчан из деревянного жилфонда. Сейчас улучшают условия тех, чьи дома признаны аварийными и непригодными. Но, по сути, весь деревянный анклав – это и пережиток прошлого, и потенциальная будущая проблема. От кого зависит, когда окружные власти начнут заниматься этим вопросом. Журналисты телеканала СРГУ-24 также работали в Ханты-Мансийске и получили комментарии на тему здравоохранения. Главные тезисы, прозвучавшие на пресс-конференции, мы собрали воедино. Подробности через пару мгновений. Целая серия вопросов журналистов касалась мобилизации. Губернатор вновь напомнил, что поставленный план наш регион выполнил. Мужчины и их семьи поддерживают и продолжат это делать. Соответствующие средства в бюджет Югры заложены. Его на уходящей неделе рассматривали депутаты. Проект главного финансового документа прокомментировала Наталья Комарова. Стало известно, что на реализацию приоритетных национальных и региональных проектов в казне автономного округа на ближайшие три года предусмотрены 122 миллиарда рублей. Наибольший вес имеет решение по развитию региональных и местных дорог. 72% всех расходов окружного бюджета направлены на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру, социальную политику и так далее. На поддержку экономики по всему кругу вопросов 18%. Инвестиции в добычу нефти, в том числе трудноизвлекаемые, необходимы. Так на вопрос о продолжении работы с ресурсным потенциалом нашего региона ответила губернатор Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции. Югра благодаря мощному топливно-энергетическому сектору обеспечивает экономическую безопасность всей страны. На данный момент взят вектор на изучение и развитие методов добычи трудноизвлекаемой нефти. Потенциал оценивается почти в 2 миллиарда тонн черного золота. Такие ресурсы нельзя оставлять без внимания, ответила глава региона. Развивается в автономии и нефтесервисный сектор. Дополнительным стимулом стал переход на отечественные технологии. Так, в Югре разработали автономный мобильный комплекс, который позволяет обслуживать скважины и проводить геофизические исследования. А в Сургуте запущено производство насосов для нефтегазодобывающих и сервисных предприятий. Мы должны работать с запасами, мы должны работать с месторождениями, которые уже осваиваются. И в этом году, в силу различных причин, в том числе и договоренностей ОПЕК+, в нашем регионе предприятия, по их оценкам, нефтедобывающие, произведут порядка 222 миллионов тонн нефти. И это больше, чем в предыдущем году. Говоря о приоритетных проектах, глава региона не обошла вниманием и крупный инфраструктурный объект «Второй мост через ОПЕ» под Сургутом. На данный момент на его возведение из окружного бюджета выделено 2 миллиарда рублей. Принято решение направить дополнительно еще 3. Строительство, напомню, займет 5 лет. В эти сроки предусмотрено и федеральное финансирование в объеме почти 28 миллиардов рублей. Сейчас идет работа по включению второго моста через ОПЕ в ряд дополнительных федеральных программ. Сейчас мы работаем над тем, чтобы объект был включен в федеральные программы ОПЕ и по развитию транспорта, который с Минтрансом мы работаем, и в федеральную адресную инвестиционную программу. И таким образом мы можем использовать механизмы тогда, когда будет экономия или возможность перераспределить или увеличить бюджет на эти цели, получение софинансирования ранее, чем предусмотрено это в том распоряжении, о котором я сказала, чуть выше 2025 года. Как минимум до 2025 года Югра считает приоритетом совершенствование первичной медико-санитарной помощи. Построят и реконструируют 24 учреждения, реконструируют 57 больниц. Завершается строительство трех амбулаторий и ФАПов, выполнен капремонт 18 объектов здравоохранения. Главный редактор телеканала «Сургут-24» Дарья Давыдова поинтересовалась, не планируется ли в крупнейшем городе Югры, который неизменно растет, строительство новых поликлиник. В нашем городе открывали филиалы поликлиник на первых этажах новых многоэтажных зданий. Это снимает градус напряжения, я так думаю, но не решает проблему в целом, потому что более подробными исследованиями, теми же анализами УЗИ нужно отправляться в здание основной поликлиники. Стоматологическая детская поликлиника. Не планируется ли возведение нового здания? Количество детей выросло, а мощности остались прежними у этого учреждения. Если говорить о стандартах, о нормативах, то «Сургут» – это то муниципальное образование, которое в соответствии с нормативами по различным видам медицинской помощи на текущую дату в полном объеме обеспечено. «Сургут» в 2021 году получил после реконструкции поликлинику, так называемый «нефтяник», там больше 400 посещений, современное, все, что требуется, присутствует. Центры по оказанию помощи, например, онкологической помощи, центр материнства и детства. Наталья Комарова добавила, что стратегия формирования поликлинических отделений, размещения педиатров и участковых врачей на первых этажах многоквартирных жилых домов отвечает на запрос жителей. Но все, что касается высокотехнологичной помощи, требует обособленного существования от жилого фонда. Пока в приоритете из новых медучреждений строительство в «Сургуте» нескольких объектов – станции скорой помощи, станции переливания крови и патологоанатомического отделения. Поручение внести три медучреждения в госпрограмму развития здравоохранения округа Наталья Комарова дала в 2020 году, после вопроса, также прозвучавшего на пресс-конференции. Устро необходимы станции скорой помощи, станции переливания крови, патологоанатомическое отделение. Мы, в первую очередь, занимаемся этой тематикой. Стоматологическая поликлиника, вы упомянули о ней, в государственной программе на пятилетку, которую мы прогнозируем, проектируем свои решения, не предусмотрена. В отношении федеральной программы по развитию первичного звена здравоохранения мы активно участвуем в ней. Еще одна острая для округа тема – переселение из непригодного аварийного жилфонда. Это наследие времен освоения Севера, которое во многом не отвечает ни современным требованиям комфорта, ни запросам югорчан. Наталья Комарова объяснила свое же предложение, прозвучавшее в рамках недавнего отчета о работе правительства – ликвидировать все деревянные дома, а людей обеспечить капитальными квадратными метрами. Я предложила югорчанам принять решение, определяем ли мы приоритетом освобождение, замену этого многоквартирного деревянного жилого фонда. По оценкам, это больше 2,5 миллионов квадратных метров. Здесь и фенольная, здесь и аварийная, и еще без статуса. Но деревянная и многоквартирная. Определяем ли мы это приоритетом, а следовательно обеспечиваем соответствующими ресурсами. Ресурсы начинают от бюджетных инвестиций, заканчивая обеспечением кадрами, строительными конструкциями, земельными участками. Если приоритет будет обозначен жителями, то такая работа начнется. При нынешних темпах переселения доля деревянного жилфонда в многоквартирных домах к 2036 году сократится вдвое, а к 2050 году до минимума. Ближе к концу пресс-конференции прозвучали и личные вопросы. В это воскресенье будет замечательный праздник, День матери. И хотелось бы у вас узнать, как вы будете поздравлять свою маму, видели посты ваших соцстяханий, и как вас поздравляют ваши дети. Я не знаю, как они будут поздравлять наши дети, но хочу заметить, что у меня нет претензий к своим детям, у нас хорошие отношения, мы очень любим друг друга. Моей маме 92 года, ей очень трудно праздновать. В то же время она очень рада вниманию, которое мы ей посылаем и даем, которое она может воспринять и эмоционально ответить. Важно создать условия, чтобы она была абсолютно уверена в том, что нужна. В ходе четырехчасовой пресс-конференции губернатор Хантамансийского автономного округа ответила на 50 вопросов представителей СМИ Югры, несколько регионов России и зарубежья блогеров. Комментируя последнее о мероприятиях и планах на 2023, который объявлен годом взаимопомощи, Наталья Комарова допустила, что в округе может появиться специальная премия «Герой Югры». Виктория Анисимова специально для программы «Новости главное» Хантамансийск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова